Добрый день! Наш сегодняшний блог будет о дате. Не первый раз мы начинаем говорить о какой-то еврейской дате. В данном случае мы тоже будем неоригинальны. Итак, во вторник, то есть на Йомш-Лиши на этой неделе будет 30-е Ава, а в среду в Йом-Руби на этой неделе будет 1-го Элуля. Итак, начинается Элуль. Элуль. Говорят наши мудрецы, что даже рыбы дрожат в воде от того, что говорят Элуль. Почему? Потому что начинается месяц подготовки к Рошашана, к Небесному Суду. Очень многие люди ведут себя по-разному. Я вам скажу как. Есть два варианта поведения. Есть люди, которые говорят, а это рыбы. Я вчера слышал, все на огонь и все на огонь, ребята выходят. А есть такая история, что Равесроль Салантр пишет в своих письмах, что раньше, когда говорили слово Элуль, объявляли во время благословления месяца, в субботу прошедшую, как мы объявили в эту субботу, объявили о том, что Элуль. Меня, кстати, попросили, говорит, ну помолись муссов, будь хазаном на муссов и введи нас в атмосферу Элуля. Я подумал, что кто бы меня ввел в атмосферу Элуля. Но так вот Равесроль Салантр говорит, что вот этот момент, когда объявление субботы, в субботу перед новомесячем Элуля, это был особый момент. И люди некоторые от страха перед судом буквально падали в обморок, теряли Элуль и говорили так, Элуль. И вешевод очень принято вот это вот говорить с таким вот, как бы, Элуль наступает. Так вот, есть люди, которые в современной ситуации люди не боятся того, что происходит, приходит Элуль. Ну, приходит, но чем он отличается от 20 августа или 21, или 22, или 23 августа? 1 Элуля будет 23 августа. Какая, собственно говоря? Вот есть два варианта. Есть люди, которые говорят, что что? А, это пусть рыбы, так сказать, в пруду трясутся нам, так сказать, мы уже не трясемся, все. Современные мудрецы говорят не так, что на самом деле наше ощущение духовных каких-то понятий, оно очень сильно притупилось. Мы должны ее заострить. Нужно каким-то образом попытаться пробудить в себе вот эти вот моменты, которые связаны с тем, что почувствовать, что наступает Рошана, Элуль – это время подготовки. И я бы хотел обратить внимание на две вещи. Есть люди, которые очень сильно реагируют с другой стороны, они начинают в другую сторону ходить все время с кислофизиономией, бояться всего, говорить Элуль. Это другая крайность. Есть люди, которые говорят, мы не рыбуем, мы не дрожим, на все плевать. Есть люди, которые говорят, ну, вот и то, и то – это не путь Торы. Человек должен внутри понимать, что он должен подготовиться к Рошана. А с другой стороны, он должен быть нормальным, приветливым, здоровым человеком. Восторий Салантр говорил, что лицо человека – это что? Ршут Арабим. Это владение многих. Нельзя ходить с хмурой физиономией, пугать всех. Нужно быть приветливым человеком. Теперь есть еще третий вариант. Люди, которые действительно реально заходят в состояние дикаона, депрессии. Ой, опять Элуль, опять нас начнут сейчас пугать. Так вот, чтобы никого не пугать, скажем так. Элуль – это они, ледоиди, ведоиди ли. Как говорит Мишнабрура, Элуль – это аббревиатура они, я, ледоиди, моему любимому. Ведоиди – мой любимый, ли. И Элуль – это попытка заново восстановить отношения со Всевышним, как будто бы он самый любимый для нас человек. Ну, не человек, а самый любимый для нас, и мы для него тоже. Вот это вот ощущение, попытка погрузиться в служение Всевышнему и почувствовать, что у нас есть связь со Всевышним. В хасидской традиции есть очень приятная такая притча, которая говорит, что Элуль – это царь в поле. Очень красиво, да? Нет никакой необходимости проходить через огромное количество приемных, через разные-разные комнаты. Ты встречаешь царя прямо в поле, он выходит в поле, и ты можешь с ним встретиться легко, свободно. В нашей традиции литовской принято говорить, что это время милосердия и прощения. Так или иначе, это время восстановления отношений со Всевышним. И когда человек начинает восстанавливать эти отношения, когда он начинает тоньше их чувствовать, когда они становятся ему опять важнее, как были раньше, то в этот момент он начинает чувствовать вот это вот ощущение того, что Всевышний начинает ему отвечать. Я любимому, а любимый мне. Вот эту идею, на самом деле, когда мы ее будем знать, нам будет проще чувствовать то, что мы идем к Роша Шана. С другой стороны, у нас будет позитивный настрой, и мы не будем ходить с той физиономией, которая будет называться, так сказать, что это владение многих, и нельзя выбрасывать камни во владение многих, чтобы о них не спотыкались. То есть, мы не будем камнем, наше лицо не будет камнем, о котором будут спотыкаться наши близкие друзья и т.д. В общем, я всем желаю хорошего эволя, плодотворного, начать служить Всевышнему искренне, почувствовать связь со Всевышним, но при этом быть приветливыми, добрыми, счастливыми людьми. До свидания.